Всем привет! Новый сезон у нас. Начинается уже в английской премьер-лиге. Мы командой Millwall. Будем стартовать. Первый тур. Здесь уже начался Arsenal. Tottenham 2-2. Сыграли старт чемпионата. Ну и Liverpool выиграл в гостях у Brighton 1-0. Так что вот так. С остановил и нам гостевой поединок. Предстоит играть. Ну и давайте посмотрим, что у нас тут было за лето. Да. Очень много товарищеских матчей нам наш тренерский штаб выписал. Я ими не руководил. Но соперники все какие-то очень левые, так скажем. И соответственно были победы. Все победы достигнуты. Причем там же одна вот 12-1. Представляете, да? Ну, такие вот матчи. Давайте посмотрим на нашу команду. То есть, есть у нас, конечно, изменения в составе. Это большие изменения. Вот. Был, в общем, куплен у Ajax вот такой голландец. У Nuvar. Да, достаточно много денег. Пришлось за него заплатить. Ну, что поделаешь. В общем, на этой позиции он у нас играл Альфонс Дэвис. Арендованный из Баварии, так скажем, с левого фланга атаки. Вот здесь вот. По большей части. Но он слишком агрессивный был. Да, очень много желтых карточек. Ну и не стал я по новой аренду с ним протлять. Вот был куплен вот этот вот голландец такой. Ну, показатели, конечно, интересные. Смотрите, дриблинг, завершение атаки, пас. В общем, здесь мощный видение поля, решительность, самообладание. Посмотрите, какие показатели. В общем, очень-очень классный товарищ. Вот этого товарища мы взяли в аренду из Манчестер Юнайтед. Центральный защитник, 19 лет. Крис Беннетт. Ну, тоже показатели достаточно интересные. Ещё, наверное, подрастёт товарищ. Вот. Будем надеяться на него. И там, что Манчестер Юнайтед, он не проходит в состав. Вот такой вот единственный пока у нас арендованный игрок. Ну, он очень высокий, кстати. Ну, а дальше игроки у нас новые. Это отличился у нас спортивный директор. Спортивный директор бесплатно, в общем, подписал несколько человек. Давайте посмотрим. Вот такой вот товарищ, он на флангах может играть. Смотрите, какая скорость. Эгган Райли. Ну, это очень интересно. То есть, у него был контракт, по-моему, с Челси. И он кончился. Расторли они с ним контракт по какой-то причине. Но этот успел вот перехватить спортивный директор за бесплатно. Это очень-очень интересно. Я все-таки считаю, игрок такой подойдет нам явно. Смотрите, кого он еще приобретает. Ну, за недостаточно небольшие деньги взял там какой-то немецкой лиги ниши. Нашел вот такого вот товарища. Вообще, он центральный защитник. За Недуо числится. Но он больше подходит под край, так скажем. Смотрите, у него скорость, как и ускорение. Конечно, его используют на фланге. Я думаю, можно очень-очень даже в путь. Но будем попробовать это сделать. Не такие большие деньги, кстати, за него были заплачены. Вот. Молодец наш спортивный директор. Это еще не все. Тоже пришлось отвалить за товарища Энглера, немца, много денег. Но он у нас, так скажем, смотрите, какие показатели. И вот здесь под нападающим, как бы теневым нападающим, может сыграть. Я считаю, очень-очень хорошо. И как у нас уже на этой позиции никого нет. Вот пришлось его покупать. Так скажем. Молодец, спортивный директор находит нам игроков. Это еще не всего. Вот такого он еще товарища Бразильского подписал нам, нападающего. Ну, давайте смотреть. Смотрите, какой дриблинг у него в 17 лет. Техника. То есть, был без контракта, так скажем. Он просто в какой-то там команде болтался. Его можно было бесплатно взять. И мы его забрали. Ну и вот здесь, в общем, я думаю, поможет нам в будущем. Или на резерв. Не знаю, будет выходить, не будет. Бровер у нас есть нападающий. И сможет ли он его сместить, так скажем, или нет. Так что посмотрим. Тоже тут все интересно. Француза нам тоже он нашел. Ну да, пришлось тоже заплатить некоторую сумму. Но это игрок, смотрите, какие показатели-то уже есть. Фланга он может и навесить, и, в общем, скорость у него интересная. Тоже будем следить. 17 лет, конечно, вряд ли он сразу в основу войдет. Уэллса вряд ли вытеснет. Но почему нет, да? Все в его власти, все в его руках. И что интересно, у Рубина. Он тоже купил там россиянина, нереального. Денис Савельев. Тоже такие позиции закрывает. Ну, я не знаю, насколько он перспективный игрок. Ну, может быть перспективным. Не знаю, дадим мы ему шанс поиграть или не дадим. Показатели мы видим с вами. Они еще, конечно, будут расти, я думаю, у него. Так как ему всего 16 лет. И вот позиция атакующего полузащитника. Так что, вот, может здесь у нас что-нибудь показать. Ну и братаря, унашение за недостаточно небольшие деньги. Бельгийского, там, снижших лиг каких-то бельгийских. Смотрите, Рост 194, так как наш польский братарь нас покинул. Не стал контракт продлять. Вот, что у нас есть. Такие вот игроки. Ну, еще один был бесплатно. Подписан свободным агентом. Сейчас я его тоже покажу. Это Джеймс Гарнер, бесплатно, свободный агент. В общем, согласился к нам перейти. Ну, здесь, в центре поля, конечно, он будет играть. Томпсон здесь у нас, Маршал здесь. Ну, периодически же там кто-то будет дисквалифицирован. Но он может еще и центрального защитника сыграть, если придется. Да, 12 миллионов сразу его оценили. Ну и, в общем, вот так вот все у нас. Давайте приступим к чемпионату. И посмотрим, как наши новые, так скажем, игроки вольются в команду. Какие-то старые остались. В общем, понаблюдаем. За всем этим. Виллопарк. Стадион Астонвилл. В общем, видим их состав, расстановку. Вот наши. То есть, вот Эмблер будет дебютировать. Унувар будет дебютировать. Дуо. Ну и Беннет. Центральный защитник. И вот этот Эгган Райли. И вратарь, конечно. Да. Абделлауи. Вот такой вот. Купера мы помним. Маршал, Томпсон, Уэллос, Броуэрс предыдущего сезона. Но в запасе есть Хейси. У нас Ромео. То есть, они все были. Но пока, если что, они по флангам, конечно, могут сыграть. Ну, будем смотреть, как вообще у нас тут все получится. Старт в премьер-линии английской. Остановила. Ну, в общем, да. Может быть, не самый сильный соперник нам достается в начале. Дуо. Вброс из аута. Здесь Томпсон. Бен Томпсон, Бен Томпсон дальним ударом открывает отчет на шестой минуте. Ну, Вар, кстати, в результативной передаче отметился. Ну, такое вот начало интересное. Ну, Вар, скинул. Ну, Томпсон дальний удар здесь, конечно. В результативной передаче она не настолько повлияла. Так, Уэллос сломается у нас, представляете? Ну, Фария. Фария. Вот и выйдет этот Фария наш атакующий полузащитник французский. Да, со скоростью, с навесами. Ну, не такой дебют, наверное, он ждал. Но приходится его использовать. Очень любопытно, как себя проявит товарищ. Ну, это игрок резерва пока. В данной ситуации вряд ли он Уэллоса может затмить. Ну, теперь с травмой. Но Уэллос. Уэллос. Это плохо. Ну, первый тайм мы вроде неплохо провели. Один удар всего по нашим воротам был. Ну, и видим, параллельный матч идут. Так, ладно. Давайте старание команды отметим. И будем смотреть дальше. Ну, естественно, молодежь у нас сможет... Ну, Беннет. Беннет. Желтый склопотал. Так, здесь аккуратнее, аккуратнее. Блокировать, блокировать. Нет. Остановил этот мячом владеет по-прежнему. Ну, вдвоем, зачем на вратаря бежать? Ну, одного игроку достаточно это делать. Ну, перехват Бровера здорово. Бровер. Бровер выход один на один почти. И забивает Бровер. Кстати, у нас не было пока предложений по этому нападающему, но, я думаю, будут зимой или в следующем летом он уйдет по-любому в какую-то из команд выше денежней. Они выкупят, не вопрос, я думаю. Так. Ну, вот видите, да, как мы действуем. Угловой у наших ворот. Не ошибиться, Б. Продолжает остановил атаковать. Что тут дальний удар будет, не будет пока. Назад. Приходится назад играть. И... С мячом. Хозяева. Перехват Томпсон. Томпсон здорово перехватывает. Томпсон. Удар и 3-0. Вратарь, конечно, у них непонятно, что делает. Томпсон дубль оформляет в первом же матче. Премьер лиги английской. Кто от нас ожидал такое упрекнение, а? Никто? Ну, так вот сложилось. Неожиданно исполнише. И мы ведём. Так, здесь. Аккуратнее, аккуратнее. Удар. Ну, это удар очень слабенький. Очень слабенький. Ну, давай. Вратарь. Выноси. Так. Ну, усилились-то мы усилились. Например, лигу молодёжи, правда. Ну, вот они, фария, фария, вничьюси, фария дебют. Выйдя на замену. И скорость, и дриблинг, да. Ещё и влепил говище какой. Просто нереальнейшей красоты. Ну, не знаю, остановила. Ну, вратарь тоже у них очень, видимо, не очень, прямо скажем. Да. Так. Эррера, да? У них вратарь. Жаль, у вратаря, но здесь, вот, конечно, 5,2 оценка у защитника. Ну, смотрите, какие у нас оценки. Так. Ну, кто? Давайте замены делать. Есть у нас ещё пара замен. Здесь на жёлтый. Хейса. Ну, Хейса мы не будем выпускать. Кстати, давайте Савельева выпустим, проверим, как Савельев у нас сыграет. В данный конкретный момент. Беннет Гарнер. Можно его выпустить, если что. Савельева дадим сыграть при счёте 4-0. Ну, чё ж не дать-то. Штрафной маршал исполняет. Навесу на рыпятый. Купер. Центральный защитник. Ай, молодцы. Маршал тут навесил ли. Купер. 5-0. Так, ну и последнюю замену мы уже сделаем у нас. Брогер. Клейтон. Ну, кому дать собирать? Гарнеру. Клейтону. Ну, давайте Гарнеру дадим сыграть в центр защиты. В центр защиты его выпустим. Хотя он у нас полузащитник. Ну, очень интересно. Вот этого не поменяли. Товарищи до сих пор. И все замены сделаны. Остановил я. 5-0. Вот такой вот удачливейший старт для нас. Кто бы мог подумать. Я сам не ожидал, конечно, что мы будем. Ну, остановил мы выиграть можем, конечно. Это команда будет бороться там в нижней части таблицы. Но 5-0, конечно, это неожиданность большущая. Казалось бы, да, можно после 5-0 временно занимать первое место. Однако же нет. Смотрите, Манчестер Юнайтед. 5-0 обыгрывает Бёрнли. Ну, Манчестер Сити тоже свой матч выигрывает. Челси. 5-0 обыгрывает Вестхэм. Команда, которая тоже вышла из чемпионшипа. Лестер. Волгерхэмптону 3-4 проигрывает. Волгерхэмптон, кстати, меня звал. Летом, там, Спартак меня звал. Я отказал. И потом Волгерхэмптон. Я отказал. Но Волгерхэмптон в Лиге Европы играет команда. Поэтому, конечно, можно было туда, наверное, пойти. Но решил не ходить. И последний матч понедельничный. Фулхэмптон переиграл Ноттингем Форест 1-0. Ну, Ноттингем Форест, мы помним, тоже команда вышла. Вот после первого тура. Вот такие вот у нас реакции. Тут, видите, Man City, Man United сразу матч во втором туре. Но мы с Брайтоном дома. В общем, давайте к этому матчу подходить. Домашний наш поединок против команды Брайтона. В общем, да. Уэллос травмирован. Так что Беннетт в центральной защитнике арендованный. Он с травмой. Поэтому в запасе остается. Но так все, в принципе, то же самое. Давайте, скажем, не останавливаться на достигнутом нашей команде. Вот. По Манчестеру тут перед нами играли. По нулям. Ливерпуль выиграл свой матч. Теперь наш черед. Если получится. А так здесь. Угловой у наших ворот. Момент. Брайтон смог создать опасный момент. Это, конечно, не нравится. Никому из нас. Давайте смотреть дальше. Может, теперь нам надо отведить. Каким-нибудь тоже моментом. Вот. Так. Фария. Фария. Ну, просто плохой. Заблокировали у него маршал. Момент, брова. Родиной. Забил, а это во втором матче. Здесь Фария, конечно, в защитника попал. Потом. Ну, Энгер, конечно, передачу бы сделал классную. Молодец. Угловой мы подаем. Навес удар выше. Могло быть веселее, да? Если бы второй мы забили. Но пока этого нет. Брайтон тут пытается атаковать. Не получается. Перехват. Дуго. Маршал. Заброс на Фария. Фария. Момент. Эгган Райли. Удор и гол. Том Энглер. Первый свой гол. Дебютный. В английском премьер-лиге. И за нашу команду. Эгган Райли. Конечно, ему ассистировал. Хорошая передача. И Энглер. Забивает. Здорово. Желтой карточкой отметился зачем-то. Не нужно. Абсолютно это не нужно. Еще один угловой мы подаем. Энглер удары. Выше. Но преимущество у нас есть, конечно, по первому тайму. Еще из-за утра какой вброс. Хороший здесь. Что там. Фол. Нигры. Нигры, наверное. Перехват будет. Будет. Фария. Фария с мячом обходит. Скорость есть. Переводы третий нет. Нигры. Ну, да. Пошли смотреть. Вары. Но вары, в общем, в пользу. Ну, да. В пользу гостей. Нигры там рассмотрели. Хотя мяч вроде отлетел в защитника. Тут надо, конечно, по-другому немножко все это оценивать. Ну, что, так неплохо. Мы первый тайм провели. Был там момент с углового у наших ворот в начале. Ну, что мы видели, и все. В принципе-то. Томпсон у нас играет не очень, кстати. Томпсон. Ну, давайте Савелева еще раз выпустим. Что же нам терять-то? Пусть попробует себя позиции, так скажем, глубже. Денис Савельев может тут сыграть и там может сыграть. Ну, какая ошибка, а? Купер, какая ошибка? Какая ошибка? И нам везет просто в этом моменте, что нам не забили. Так, ну, давайте Брауэр заменим. Клентона выпустим. Ян Клейтон. Такой дриблер. Дебюта мы устроим. За нашу команду. Вот. Почему бы и нет? Здесь мяч у нас. Энглер. На фланг. Фария. Валят его пенальти. Пенальти или что, судья? Пенальти, представляете? Кто нас бьет? Кто нас пенальтист? Он увар. По центру. По центру. Первый свой гол в сезоне. Ну, конечно. Лучше бить сильнее, так скажем. Ну, так тоже неплохо. Раз залетело, да? Так, кто у нас тут устал? Фария. Унувар. Ну, в общем. Здесь менять-то проблематично, кстати. Хейс можно, кстати, сюда выпустить. Почему нет, да? Дуо. Давайте Хейс выпустим. Вместо унувара. Который, кстати, и забил. С пенальти. Дуркинт. Да, у Аякса. Пришлось вывалить сумму. В общем, на 40 миллионов мы растратили весь свой бюджет. И пока нам это идет в плюс. Вторая победа подряд. Ничего еще. Мы не играли просто с топ-клубами. Тут все еще будет многое решаться. Второй тур. Давайте поглядим, как состоялся до 0-0. Два Манчестера сыграли. Ливерпуль 4-0. Что еще? Туттенхэм выиграл свой матч. Остенвилла, кстати. Которую мы обыграли. Арсенал вот проигрывает Бёрли. Так вот. Челси. Он у Тенгема выигрывает. И тут ничья. Уолверхэмптон с Норличем. И последний матч Эвертун. Просто 4-1. Лестер. Обыгрывает. Ну и вот такая турнирная таблица. По разнице мячей мы лидируем, кстати. Но здесь все еще впереди. И Тотенхэм. Наш следующий соперник. Гостевой матч. Так что, я думаю, здесь... Ну, будет нам немножко не очень легко. Вот и посмотрим. Вот и посмотрим, как у нас получится проявить себя на фоне Тотенхэма. Так скажем, это уже уровень серьезный. Отправляемся на стадион команды Тотенхэм. Нью-Вайт Хартлэн. Вообще он называется. Здесь написано. Тотенхэм Ход Спорт Стадион. В Лондоне. Дерби тут у нас, короче. Ну что. Сигурдсен. Решфорд. Ну, конечно, Решфорд. Жезус. В общем, тут достаточно интересные товарищи. В Лилиаре видим в запасе. В Мин тут в запасе. Так что, есть кому выйти. В общем, Тотенхэма. Ну, мы смотрим, что у нас тут получится или не получится против этой команды. Так, здесь переход. Дуо на фланг. Скидка, вынос. Фария простреливает. И момент, ну, чуть-чуть не повезло нам в данном эпизоде, чтобы забить. Было бы интересно. Хотя тут он, как он, прошлый сезон провалил. Здесь момент. Фария, Фария. Ну, как же так? Вовремя у него выбить успели мяч защитники. Не попала команда в Еврокубке, и поэтому Тотенхэм вот в таком состоянии. Но в этом сезоне у него нет дополнительных, да, там, матчей. Можно настроиться на чемпионат, чисто. Показать хороший футбол. Хороший результат. Десять минут у нас сыграно. Мы тут с мячом владеем. Дуа назад. Куперу приходится отдавать. Ну, вот так вот через защитников. Играем заброс. Маршал на фланг. Нуар проходит, но пробел зачем-то в ближний угол. Надо было стараться найти передачей кого-нибудь. Могло бы получиться интересней. Пока Тотенхэм ничего не создал, но вот тут и опасность кроется, да. Могут создать и забить. Навес. И что там, пенальти? Пенальти судья ставит в наши ворота. Ну, вот видите, как Бельман свалил. Казалось бы, ничего такого. Решфорд. Открывает счет. Да. Маркус Решфорд. К моменту наших ворота мы увидели, да, и первый удар с 11-метровой отметки как раз и стал результативом. Так, фария желтая. Печально, печально были у нас возможности, конечно, в начале матча. Мы не смогли должным образом их разыграть. И поэтому проигрываем сейчас. И вот он тут идет удар. Неточный. Еще не все. Не закончился у нас первый тайм. Тут он может еще забить. Сигурсон тут с мечом. Дают ему пробить. 2-0. Ну, как так далее пробить, а? Просто жесть. Вот такая вот развязка, да, первого тайма. 2-0. Вынимай, что называется. Удары у нас закончились, да? На второй половине тайма. И моменты. Здесь. Энгер. Энгер пробивает и забил. Смотрите как. Интригу возвращает он у нас в этом матче. Оказалось бы, гол в раздевалку нам. Залетел. А на самом-то деле все еще впереди. Здесь фария скинул. И Энгер пробил с линией штрафной и четко в угол попал. Уратарь оказался не готов к такому событию. Ну, смотрите. 2-1. Конечно. Я не очень доволен, как мы играем. Второй тайм. Попробуем. Главой. Подаем. Разыграли. Дуо. Дуо. Можешь пробить же. Сам пробил. Ух, она чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило. Ну, а болтанхэм на атаке опасно, конечно. Добрый жезус. Что там еще? Пенальти, судья, мы смотрим. Какой пенальти? Еще пенальти. Кошмар какой. Ну, судья. Снова Решфорд. Да. 3-1. Вот как? Можно было там на пенальти нарваться, непонятно. Все где-то было. Вроде не очень близко к воротам. Однако, шпенальти решает роль, да, какую-то. Так, по заменам давайте смотреть. Так, по заменам. Ну, Томпсон плох. Давайте. Гарнера сюда выпустим. Ну, и попробуем Клейтона. Ну, а что еще делать? Браур сегодня не отличился. Два пенальти непонятных. Два. Плох. Анувар плох. Анувар плох. Из-за этого мы тут вбрасываем. Плохо. И контратака быстрая. Сейчас нам прилетит. Матч мы проигрываем, конечно же, проиграем фодом. Ух, очень опасно. Еще и угловой. Вынесли. Но все это на руку тут он хэму, представляете? Все, что происходит. Так, Савельев. Ну, здесь мы вряд ли можем кого-то заменить. Ну, давайте хейсы выпустим. Тут фланг проваливается периодически. Ааа, вот. Еще и штрафной. Самсон Хадмин у них вышел. Да, запас, конечно, серьезный. Ну, то что, нет ни игры. Есть, ни игры. Есть. Не дай, держишь в ухе, трик оформить. Ну, с этой камерой, давайте посмотрим. Ну, да. Там много человек у них было в сайте. Печально вот так вот при равенстве где-то по ударам. проигрывать из-за всяких пенальти. Четыре минуты я накинул. Ну, и все, да, на этом. Вот такое у нас поражение. Три-один, да. Ну, в втором тайме мы ничего не показали. Моментов не было. Естественно, я недоволен. Хотя, по статистике равенства мы видим, но, увы, этого недостаточно. Ну, в Туле мы видим, тут раньше, да, был матч Ливерпуль. Уэвертон, у Эвертона, у Эвертона выиграл Сити, у Арсенала. В общем, мы Тоттенхэму проиграли. Манчестер и Найт тут играет ничью с Брайтоном. Челси выигрывает свой матч. Что здесь? Ну, Тингерфорст, кстати, добился победу над Лестером. Очень-очень интересно. Ну, вот такая вот у нас турнирная таблица. после трех туров в Челси и Ливерпуль по 9, Тоттенхэм, Волгархэмптон, Манчестер-Сити по 7, у нас 6. Ну, здесь еще все будет впереди. По расписанию давайте посмотрим. Тут я не очень доволен. Короче, нам тут в среду впаяли матч Кубка Английской Лиги, да, второй раунд с Аутгемптомом. Вот. Но потом через день матч с Восхэмом в пятницу. Так, это мне вообще совсем не нравится. И я недоволен, почему мы играем в среду, а потом в пятницу. Соответственно, с Восхэмом у нас тогда все выдохнутся и никто уже не сыграет. Потом там сборные, понятно, придется с Аутгемптомом играть резервом. И я думаю, Бен Томпсон дисквалифицирован на Кубок еще с прошлого, видимо, сезона. Вот. Сыграем вторым составом с Аутгемптомом, потом с Восхэмом. Ну вот, посмотрим. Я думаю, в следующей серии пропустим кубковый, может даже с Восхэмом пропустим, а вот к Арсеналу Челси вернемся и уже понаблюдаем, как мы вот с этими командой, Лестер тоже, в принципе, смотреть, хотя сейчас проваливается команда, но я думаю, достаточно любопытно. Хотя здесь, наверное, еще какой-нибудь кубок будет английской лиги, если мы пройдем с Аутгемптом. Ну, в общем, будем смотреть и ждать, пока вот этот точно мы пропустим с Аутгемптомом и там чего узнаем. Вот такая вот у нас серия, вот такой вот у нас старт в английской премьер-лиге 5-0, 3-0, ну и тут он хэму проиграли два пенальти, к сожалению, игра может быть и равной по показателям, но, конечно, хотелось бы большего. Всем спасибо за внимание, на этом серия заканчивается, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok